Как Бадима сам отправил, Нистюша? Ты с собой своими ручками в конвертик положил? Я напишу на листочке автограф для каждого человека, у кого колба вот эта. Жалко-минематая линза, а так там рысенька плавает. Скажешь. Степаночка прекрасна. Степаночки. Я делал, собственно, лимонад. Давай покажу, как я озенирую. Показать. Мне 30 лет, я дозволил фидин, я не знал, что это донаток. В итоге у меня на письме есть, да, на письме есть. Прорабатывает О-3. Как при молниях, знаете, когда молния ебашит, запах такой озона скапливается в подвалах. Потому что озон, там малярная масса больше, чем кислорода, и воздух в целом. Да? А не знаю, как пыру убежать. Так? Микровон достань. О, нам на испанском пишут. Я не знаю твой звук. Ола. 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 Здравствуйте, здравствуй, здравствуй. Как тебя там зовут? Дер, Тимон, Дер, Тиморт. Окей. Звук. Да все, все, какой звук, братан? Все должно быть нормально, не может уже быть. Я не хочу надевать гарнитуру. У вас будет ребенок? Ксюша, у вас будет ребенок? Двое. Близнецы? Да. Сиамские, надеюсь? Я только сиамские хочу. Чтобы дяди не срастались. А? Чтобы где срастались? В голове, естественно. В голове. Да, мне нужны сиамские близнецы. Можешь заделать? Я попробую. Потянешь? Вывезешь? Отлично. Тако, тако, буррито, буррито. Это из Соус Парка, когда Эрик Карпман травил Дженнифер Лопес. Он нарисовал Дженнифер Лопес такой и говорил ей, привет. Тако, тако, буррито. Я сделаю тебя на Версусе, пишет Алиби. Зарабатывай на Рокс Казино и получай гарантированно быстрые выплаты. Только здесь лицензионные слоты и огромный бонус на первый депозит 100 тысяч рублей. Оперативная поддержка 24 часа в сутки. Теперь это идеальное казино, посетив которое можно не только замечательно развлечься, но и выиграть крупную денежную сумму. Скорее приступай к лучшим игровым автоматам и наслаждайтесь высоким качеством сервиса. Ссылка в описании. Я сделаю тебя на Версусе, пишет Алиби. Давай, приходи, попробуй. Сделай, чувак. Удачи. Мир хаба. Как ты говоришь на испанском ругательство? Из каких знаешь? Витэла Мьерда. Еще раз? Витэ... Эээ. Все. Ну, я болею. У меня голос как мужика. Или я мужик. Эквадор. О, она Эквадор. Я, кстати, Эквадор скорее все равно, потому что здесь вообще, если лететь на юг от Мексики, очень много стран с дешевыми перелетами и очень красивой природой и достопримечательностями. Ну, в частности, Перу. Это то место, где я давно хотел побывать, оказаться в джунглях с шаманами и принять всякие снадобья. И это будет очень круто, как мне кажется. Об этом, естественно, я не расскажу в своем блоге. Привет. Здравствуй. Дорогой ли интернет в Мексике? Дороже, чем в России. Вообще, в России один из самых классных интернетов, я скажу вам, по опыту своих путешествий. Нас можно 100 мегабит вырубить, ну, там, до 1000 рублей. Здесь же, здесь же дороже значительно. А мобильный интернет вообще, ну, типа, 5 гигов у меня всего. 5 гигов трафика на месяц. И это стоит косарь денег. Косарь денег. Ты еще брызжешь, ты, блядь. Косарь денег. Ну, то есть, МТС у меня в Питере, по-моему, 500 рублей безлимит. Так. Привет с Украины. Город ровно. Привет. Ола. Как относишься к ЛСП? Хорошо. Ну, пес. Сам пес. Что у Ксюши на футболке написано? Антихай. Антихай. У тебя на голову 4 пикселя приходится. Класс. Это ровно на 2 больше, чем надо. У вас день? У нас утро, мужик, полдень. Будет ли Фит с Лил Пампом? Мы ведем переговоры сейчас. Мы ведем переговоры, да. Я думаю, в перспективе. Мемов будет? О, жесть. Холостяк с Лил Пампом. Блядь, ты мне второй раз ответил. Так я тебе и третий сейчас отвечу. Мне вообще не баблом. Будешь на Версусе, если позовут? Мне кажется, они меня не очень любят. Так. Как дела на отдыхе? Мы не отдыхаем, мы работаем. Материал снимаем. У меня здесь все камеры. У меня рюкзак такой, что пиздец. Мне на любой таможне меня считают шпионом. У меня там радиопетли, радиопушки, всякие диктофоны, рекордеры, камеры. Короче, контент будет, братцы. Но он уже есть. Привет, передайте привет Иванне. Ну, передам, ладно. Так уж и быть настроение хорошее. Привет из Крыма, тот круче. Да я не спорю. Крым, Крым, потому что наш. Это само собой. Сань, хуй соси. Сань, ты слышал все? Это Паштехник. Я знаю, это мем, который сделали ребята из вписки с Паштехником. Сань, хуй соси. Даже если ты не Саня, ну, то есть твой обидчик не Саня, ты ему всегда можешь сказать, Сань, хуй соси. Привет из Башкирии. Здорово. Башкирия. Передай привет Орду. Орд. Пошел ты. Прими вызов Николая. О, Николай кидает мне вызов вновь. Сколько можно? Сколько можно вызовов принимать? Я уже слишком стар для вызовов. Ксюша уже не может смотреть на вызовы. Ксюша столько вызов претерпела. О чем следующий ролик? О Мексике. О том, что здесь самый дешевый в мире кокаин. Хованский его задисишь? Задисишь Хованского? Его жизнь задисила. Жизнь. Он сам себя задисил. К сожалению, это правда. Как бы встали младенца. Так, добавьте меня. Хватит щипать. А что там с... Что там с Даней Кашиной? С Даней Кашиной все норм. Даня, смотришь меня, привет. Мы с ним поговорили, все прекрасно. Ларинчушка, окей. А арабская вязь, тоже окей. Бонжур. Сильвупле. Бонжурно. Бонжурно. Очки тебе идут. Ты сам выбирал. Да. Мы вместе вберем. Ну да, Ксюша сказала, что да, бери. Нет. Что подумаешь в ситуации с Марианой Ро? Марианой Ро болтливая, избалованная сучка. В двух словах, если. Ларин почему-то стал добрым. Блять, жизнь заставила мужик. Жизнь как-то стала добрее. И я решил делать добро. Но, тем не менее, критики у меня злой достаточно, как вы видели из предпоследнего ролика. Так, это называется праведный гнев. Добрые люди тоже способны на это. Салам. Салам алейкум. Малейкум асалам. На выбор ходил, да. Я выбирал. Я выбирал из другого, скажем так. В гетто. Ёба, вы пуськи. Ты пуська? Нет. Мне вообще кажется, это слово унизительным, нахуй. Пуська. Фу, мерзость какая. Я мужчина, ты женщина. Хули еще надо. Фига, привет. Кому эстас? Чушка, лол. Смешно. Ксанок съебать. Респект и тебе. Витания. You come meeting home, Мумбай. Не, Мумбай, бля, я больше не вернусь. Не надо. Я тут в Мексике отхожу. Я только прыщи, бля, все со лба свел. То есть, это не шутка, типа, ой, прыщичек скачал. Скрабиков. Скрабиков. У меня все ебало было в прыщах от постоянного пота. Ты можешь мыться пять раз в день, ты все равно будешь всегда потный, грязный, усталый, надышавшийся железной пылью, которая там повсюду, заебанный, окончательно. Со всех сторон орут индусы, сигналят, блядь, пойдешь на стендап поперечного. Я не люблю стендап. Здравствуйте. Поэтому у меня мысль иногда были такие дерьмовые, понимаете? Понимаете? Так, камера. Че камера? Tranquility. Tranquility? Спокойствие? 30 лет и текст песни класс. Ну, по-первых, соглашусь, и то наполовину, а текст песни так себе. Ну, снят, неплохо. Какие у тебя отношения с Соболевым? Мы обручены. Ты говоришь под фанеру, Соболевым? Да, я открываю рот. Как ты себя мотивировать? Ларин, как себя мотивировать? Да никак, оставайся говном. Так, я думаю, что это тебя мотивирует, моя последняя фраза. Hello, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Че, пришло оповещение о том, что у меня стрим? Давай, короче, сделаем этот... Mindfuck. Ты ко мне дозвонишься сюда. И будешь транслировать меня. Ну, будет это, со звуком. Так ты выключишь звук. Мы так делаем все равно. Как вы думаете, Ксюша, пойдут красные волосы? Просто, это единственная тема, о которой мы сегодня слушали. Suicide, Suicide Boys, да, отличная команда. Я их обожаю, честное слово. Рекомендую всем слушать. Бери банку. Не видно, что пишут люди. Привет из Украины. Здоровенько было. Твоих друзей и подружек здесь не видно в чате? Нет? Каких подружек? У меня нет друзей. Нархаба. Угу. Чё, нет? Чё? Чё, нет. Нет, ничего, я ничего не говорю. Не пишешь, нет, чё, нет. Ну, типа, нет твоих друзей. Заходил в Даркнет. Бля, я в нём живу, чувак. А, не процвет волос пишут. А, не пойдёт? Не пойдёт. Даркнет-то очень круто. Я надеюсь, что он будет множиться. Сейчас он, сколько там, по-моему, один процент. Сериал хороший. Ну, потому что, в целом, Даркнет, как концепция, очень круто. Им не остановить. Победа неизбежна, братцы. Победа неизбежна. Сейчас мы ещё блокчейн ко всему этому прикрутим. Всё, это всё заебись. Нет, не идёт, дурак. Бля, чё я-то? Я просто спросил. Нельзя убивать Вестника, чувак. Так. Я же не спросил, пойдёт ли твоей мамке чёрный член в жопу. Ну, типа... Извините за небольшие лаги. Давайте коллапс с Ромой. Рома сейчас находится на другом континенте, к сожалению. Я не знаю, чувак. Это, наверное, мои индийские друзья. Мои индийские. У меня, кстати, там были приятели в Варанасе. Бля, жутчайшее место. Сколько ты зарабатываешь? Сколько ты зарабатываешь? Я не знаю, не считаю. Когда заканчиваются деньги, я начинаю делать рекламу, чувак. Древнерусская какая-нибудь там княгиня Ольга, которая пизданутая была и жгла людей и города воробьями с серой, горящей. Ну, типа, нет. Послов нельзя. Послы – это как пресса, понимаешь? Прессу нельзя стрелять. То есть, есть конвенции всякие женевские. То есть, если у тебя, например, пресса надпись на каске, то тебе как бы похуй. Сейчас тебя не убьют. Постараются не убить, по крайней мере. Что? Что скажешь про Моргенштерна? Красавец. Ларинс, сохрани эфир. Зачем? Как пела Земфира. Я хочу фит с эфирой. Вот что я понял только что. Где укулеле? Укулеле на родине, к сожалению. Я думаю, я здесь что-нибудь куплю. Злой Ларин топ. Спасибо. Почему он назвал зло и Ларин? Не злой Ларин, а злой Ларин. Злой Ларин. Вы только что получили комментарий по поводу зло и Ларин от Ксении. Я надеюсь, это разъедется в нем и масло. Ты сатанист? Ну да, я считаю, что… Ну, как бы я не то, что сатанист. Я считаю, что всемудрейший существует. Это мое суждение. Алистер Кровли, все дела. Запрещенная территорическая федерация. А я в Мексике читаю Алистер Кровли. Ха! Лхосокс-то. Не знаю. Слышишь. Как относишься к творчеству круга? Пока я оттасковал жизнь в размене, да. Так. Банковал, да? Здравствуйте. На кого я подключил? На кого, блядь? Уже удобно. О, Стаса можно подключить. Льепу? О, давай Льепу подключим, действительно. Хули бы нет. Димас, муки Ночь на земле. Я пытался! Я даже хочу купить здесь… Я хочу здесь купить виндовый комп. Мне надоел мак. Вот тут сидит уже мак. На нем невозможно делать Ночь на земле. У меня тормозит все. Я не могу нормально записать два канала аудио, входящие, исходящие. Микрофоны, соответственно, звуки. Я не могу… Ах, твою мать. С виндой был так хорошо. Я думаю, куплюсь от второй ноут, моноблок, либо поставлю на мак в винду второй системы, и будет вам ночь на земле. Число. Подключение, Стас и Льепу. Где-то нет. О, Стас! Буанес ночес! Здравствуйте. Буанес ночес. Как у вас, делишки? Слушай, да неплохо. Тестирую новые луты. Вот крашу видео, смотрю, чё, как. А так очень интенсивно и насыщенно. Здравствуй, Ксюша. Здравствуй, Гаврин. С тобой поздоровались. Обниматься не будем. Ну и только не бесплатно. Хорошо. Как всегда. Замзду. Ясно. Я, короче, ту штуку всё-таки приберу, возьму себе, которая с крутилками и с рычажками для Final Cut. Блин, классная тема. Я вчера смотрел обзоры всю ночь. Очень круто. Очень-очень. Хабибуллин тоже интересовался, спрашивал. Все купились на рекламу и начали все мои знакомые спрашивать, Стас, что это такое? Мне нужна тоже эта штуковина. Ну вот, той, которую ты рекламировал, в ней, конечно, да, есть минус в том, что она не очень компактная. И её нельзя кастомизировать, как ты хочешь. Ну, короче, привезу, затестим. Фанел Катя. Классно. Я вот как раз... Какие съёмки креативные следующие? Опять кого-нибудь голову в бане фректируют? Слушай, нет, на самом деле сейчас достаточно забавная череда событий на фоне моего похудения. Кто не знает, я сейчас хожу на интенсив тренировки и каждое утро просыпаюсь в 7.30. Мы сегодня сушили, когда в зале один тусовался. Ты специально ходишь, чтобы никого не было в 9, да? Нет, на самом деле все приходят ровно во время... Сейчас я буду как-то в зал, да? Да, да, да. Не, на самом деле забавно, потому что на фитнес мужики не ходят. Нас в группе, по-моему, двое или трое мужиков, а если приходить в 12, одни тёлки вокруг. И ты такой сзади пристраиваешься, делаешь упражнение, и тогда принимаешь голову и радуешься видом. А потом ты шиву и дрочишь, да? Ну я понимаю, я так просто это делаю. Нет, нет, чувак, этим я не занимаюсь. Собственно, они же меня кормят ещё, и кормят меня заведение, которое находится у них снизу, это веганское заведение. И я, прикинь, всю неделю питаюсь только веганской едой. Ну, яички подъедаю, конечно. Ну и как самочувствие? Слушай, ну нормально, единственное, к вечеру сложно, потому что углеводов нет. Ну, типа сидишь, бля, как же хуёво хочется есть, а есть, ну, типа дома куча, ММД, он ссока лежит, смотрит на меня. Что, сколько скинул? Что говоришь? Что, сколько скинул? Слушай, пока немного, два с половиной ушло, но питание началось только с этой недели, и сейчас буду более интенсивно заниматься, помимо этого зала, ещё кое-что делать. Вот, дрочить. Нет. Как погода, как Питер. Да-да-да, погода отстойная, сегодня опять снега, начались всё, короче, как всегда. Собственно, по поводу съёмок-то, для Вейва снимал недавно видос, всем понравился, и сейчас для этого веганского заведения буду тоже видео снимать, чисто по фану, потому что получается прикольно. Ксюша, спасибо за стаб. А, так у него свой стаб. Я уехал. Я предлагал привезти, он держит, он держит, Джеш. Слушай, ну, типа, с 17, да, когда ставишь 8, 18 или 12, 40, уже потяжелее. Но сейчас у Zhiyun вышла новая версия, Zhiyun, вот, крайне первый плюс, он маленький, компактный, но держит большие камеры. Ну, типа, как Sony или моя. Короче, у Sony вышла камера очень достойная, я хочу себе взять сейчас RX0. Фишка в том, что там стоит фикс объектив 24 миллиметра, она как моноблок, как GoPro, там дюймовую матрицу засунули в неё, там S-логи все есть, вот. И, короче, фишка в том, что её можно ставить на стаб. Помнишь, у тебя был такой маленький для мобильных устройств? Да-да-да, да. То есть, это вообще, по-моему, дико круто, я смотрел примеры. Вопросы, да, сейчас все свалят, чувак, что-то мы как в Скайпе сидим и все подглядывают. Короче, берите RX0, если хотите себе нормальную камеру. Обычно, да, все подглядывают. Все подглядывают, да, с двумя взрослыми мужиками и женщинами. Ксюша, сколько раз ты расчесываешь волосы в одну сторону? Я не знаю, не считаю. А Рапунцель? Со мной ещё есть грязная собака. Рапунцель, хороший цвет. Прикинь, насколько мы в будущем. Ты в Сан-Ви Мексике, я в Сан-Ви России. У нас почти нету пинга вообще. Это удивительно, чувак. Это просто удивительно. Типа, вот поступило время. Меня это просто вдохновляет. Да. Как тебе такое, Илон Маск? Как тебе такое, Илон Маск? Мы вчера смотрели. А мы теперь каждый вечер смотрим Олона Маска, потому что я думаю, что пора уже начинать в открытую поклоняться ему, потому что он будет властелином человечества очень скоро. Илон Маск уже мейнстрим. Приятно, что я смотрел, следил за ним. Может быть, когда-нибудь он захочет стать президентом России. Мы только говорили об этом. Мы говорили об этом. Давайте попросим Илону Маску. Я хотел сделать видеообращение к Илону Маску, чтобы он помог решить проблему со стуль в Петербурге. Потому что, ну, есть же тендер, как говорит Ксюша, на миллион рублей, что ли, на 2 миллиона. На миллион рублей. Для человека, который решит проблему со стуль. А мне Ксюша историю рассказывает, мол, идет, блядь, по асфальту, уже даже не по тротуару, покинет домов, а по асфальту. Там глыба, блядь, перед носом падает. У меня сегодня такое же было, кстати говоря. Ну вот прикинь, короче, что за хуйня? Это вообще ненормально. Пусть Илон Маск сделает проект. Для него это, ну, 5 минут, реально, 5 минут. Это он мозговитый парень. 2 миллиона рублей. Я думаю, он просто реализует идею Валентины Матвиенко из 2007-го. Лазерами я пошел позаскорить, да? Но тут не уложишься в 2 миллиона. Она, наверное, видела каких-то дронов, блядь, с лазерными кружками. Ну да, да, это я такое, конечно. Вот, а так, да, недавно ходил у меня тоже ровно в метре. От меня упала огромная глыба, я такой, фух, выдохнул. Ну вот, это ненормально. Я хотел записать видеообращение к Илону Маску, чтобы он помог. Но весна уже скоро, сосуль-то мало будет. Никого не убьет, скорее всего. Бабушка убила. Ну, бабушка убила, но мы это пропустили, к сожалению. Вот. Вот, что еще интересного происходит? Да, сейчас, не знаю, на фоне каких-то серотониновых ям, на фоне дефицита углеводов, думаю, чем себя занять. Да, кто не знает, занимается всякими классными делами. Сегодня ходил, примерял себе новую бас-гитару. Все. Скоро день рождения. Буду брать. Акустический бас? Нет, я думаю, брать электробасуху. Вот. Акустический не так прикольно будет звучать. Хотя тоже можно. Все, давай, я отнимаю у тебя публику, выключай меня. Пока. До новых встреч. Все, Стас ушел. Я думаю, вы рады. Короче, идите нахуй. Вот, видишь, Стас, реакция на наши с тобой охуительные беседы? Беседы друзей никому не интересны. Всем интересный ответ на вопрос. Ну, ладно, задавайте вопросы, делитесь трансляцией. Есть, в общем, механизм делиться трансляцией? А как люди находят ее? Ну, вот как вот... Подписка. То есть, а есть ли какой-то экспоненциальный рост у кого-то? Топ эфиров. Ну, я сейчас топ эфиров. Да. И ты, между прочим, пинал. Так, а я ногу сломал. Ну, чувак, не знаю. Надеюсь, ты не пинал по холодильнику, да? Да, да, да. Сколько дрочишь? Я не отвечаю на такие вопросы, потому что ты с ошибкой написал последнее слово. Ксю, когда у тебя стрим будет на канале? Скоро, да? Когда домой приеду. Ну, то есть скоро. Мне интересна ваша беседа. Ну, видишь, ты один из тех, кому это интересно. Но вас мало. Нас мало. Но мы в тельняшках. О трансляциях приходит уведомление. Прекрасно. Что похавать? Что похавать? Не знаю, я сегодня съел буррито, два манго и воду с лаймом. Да. Вроде ничего. Сыпь, здоров. Дима, здравствуйте. Ладно, пока. Давай, пока. До новых встреч, если хочешь дела делать, беги-беги. Я понимаю, что спать, постельку, все такое. Когда новый диск? Диск? Ты хочешь диск? Ну, давайте подумаем, теоретически, на кого я могу сделать диск? Написать ты его делал несложное. Вопрос на кого? Сейчас уже не повторится. Хован Гребень, где был записан этот ебаный шедевр на блюетте, микрофон в квартире, сведен там же, самостоятельно. Первое сведение в жизни. Ну, короче, треш-треш полный. Когда в Москву? В Москву, наверное, когда я полечу из Мехико. Дима, передай привет, пожалуйста. Привет тебе, Макс. А ты вопрос задавай, будем общаться лучше. Тебя больше на версии не зовут? В смысле? Это не так происходит. Это публичный какой-то биф. Ну, и потом, если ресторатор дает добро, то... Ну, у меня, видишь, на первом этапе сразу стоп. Я не с кем сейчас диск. Нет достойных конкурентов, что ли. Тот же Хованский уже убит совершенно судьбой. Жизнь его задисила. Ларин скатился, шкуру завел. Ну, что ты начинаешь, чувак? Скоро детей наклепает. Я тебя позову, короче, когда детей наклепаю, ладно? Далее. Привет. Здравствуй. Можешь поставить, а? Телефон-то неудобно как-то. Что из Докинза ты прочел? Практически все научно-популярно. Научные книги... Ну как, эгоистичный ген читал. Бог как иллюзия. Слепой часовщик. Еще какие-то книжки. Ну, больше всего, конечно, эгоистичный ген. Впечатлил. Ну, а что бы нет-то? Он очень хорошо прям вправляет мозги. Этот труп, блять. Неудобно, я не знаю. Мне надо поставить в летою. Давайте я вам лучше покажу, как работает озонатор. Потому что я не хочу превратиться в техно-блогера. Просто делается это так. Берется вода. Так, Сюша, я покажу, как работает озонатор. Обычная водичка из-под крана. Далее. Это знак. Таишь пять минут. Там вырабатывается что-то вроде, знаете, как в облаке. Я думаю, там облако. Я думаю, там внутри облако. Которое, да, источает молнии. И под действием электрических разрядов большой силы тока. Но маленького времени, да, разряда получается озона. Дальше вот такую хуйню мы опускаем вовнутрь. Запускаем. Пахнет как вот, не знаю, кто-то из вас. А? Пахнет как после грызы, реально. Как будто прямо сейчас била молния в дом. Сожгла дедушке ногу, и вот пахнет так же примерно. Может быть, кто-то из вас был на таких... В школе ингаляторы, знаете. Трубочку необходимо было засовывать в нос или в рот. Хотя было такое, не? Вот, пахнет так же примерно. Разом это фильм Кландского, я знаю. Сука, ты Дмитрий Ларин. А, крылатые газы. Вид из окна покажи. Расскажу я мопси. Мопс это собака. Собака не очень смышленая. Чего такое веселое-то? Да, в принципе, все неплохо, что к пирамидам поедут. Ладно. За кого голосовал? Я голосовал. А я не голосовал. А я не говорил разум? Качество хуевое. Ну ладно, спасибо. Я научил вас сегодня озонатором, как пользоваться озонатором. Я сказал, зачем озонировать воду? Чтоб пить ее, чувак. Ты ее пьешь, ее не надо кипятить. Она становится чистой. Все в пикселях. Ладно.